Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Шалом! Сегодня у нас опять чуть раньше урок, потому что есть не те обстоятельства, что я должен сегодня был быть в одном месте в 10, но я решил, что я опоздаю на 10, я приду туда в 10-15, ничего страшного. Но урок я начну на 5 минут раньше и будет все отлично. То есть в 10 все равно с Божьей помощью урок будет. Жду, когда кто-то появится, и мы начнем изучать, продолжим изучать. Шалом, Анна Ренгус, да, Максим Перенчук, шалом, шалом всем, доброе утро. И да, мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона, Влад Косов, шалом. И мы дошли до того в прошлом занятии, что мы узнали, что Тора на 8 отрывке дает она оздоровление для тела. Мы узнали, мы узнали, что она наполняет кости. То есть когда человек спокоен, радостен, когда он знает, что Бог с ним, а он с Богом, то отлично, то есть это дает и хорошее состояние внутреннее. Дальше, так как человек большую часть времени занимается бизнесом, нам сказал царь Соломон в 9 отрывке, почитать Бога из имущества своего и на второе все остальное. Да, и значит, дальше мы подошли сегодня к 10 отрывок, что и наполнятся твои амбары, амбары наполнятся сытостью, и виноградник будет у тебя, прям брызгать виноградник будет. И дальше 11 отрывок, 11 отрывок мы уже проучили, что мусар, значит, увещевание и наказание Бога не отталкивай, потому что вначале идут увещевания, а потом наказание. И если что-то ты пропустил в виде увещеваний, так у Бога нет другого способа до тебя достучаться, кроме когда тебе страдания. И в 12 отрывке, что тот, кого Бог любит, он его увещевает, как отец сына, которого он хочет и до которого ему есть дело, он не будет его отпускать, если сын делает неправильные вещи. Все, это мы дошли на прошлом занятии. Теперь сегодня 13 отрывок, 13 отрывок Ашры, Адам, Маца, Хохма. Счастлив человек, который нашел хохму, божественную мудрость. Счастлив человек, который нашел божественную мудрость. Вы, Адам и человек, Яфик Тфуна, который выдает, вытаскивает из себя сообразительность. Здесь мы опять пришли к тому, что очень интересно, есть хохма, божественная мудрость. Это то, что нельзя додуматься своим мозгом, своим интеллектом. Это можно только узнать из внешних источников. Получается, что мы сейчас узнаем хохму, божественную мудрость из внешнего источника. Мишли, притча царя Соломона. Царь Соломон получил от царя Давида и от Бога в пророчестве. То есть, божественную мудрость, аксиомы эти, можно узнать, только услышать от кого-то. И счастлив человек, который Маца нашел, это можно именно найти извне. Как человек находит случайно какую-то дорогую вещь, находку, так же божественную мудрость можно только найти. И я могу про себя сказать, это огромное счастье, что я нашел Тору. Я думаю, что вы тоже чувствуете какое-то счастье найти божественную мудрость. И обратите внимание, здесь в этом отрывке два раза сказано слово Адам. Счастлив человек, который нашел божественную мудрость, и человек, который достает из себя сообразительность, логику. Логика, мы знаем, это свойство ума, которое человек вырабатывает у себя с помощью выводов. Выводов, то есть, понимаешь, вещь из вещи, причина-следственные связи, соединение вещей в одну цепочку, разъединение вещей, понять вещь из вещи и так далее. Это все сообразительно, слово Твуна. Теперь получается, что человека, почему сказано два раза, это Веленский Гаон отметил. Он говорит, человека делают вот эти две вещи. Из заготовки, из потенциального человека, который, в принципе, он и разговаривать может. Но бывают люди, которые, они просто живут жизнью животных. То есть, для них самое главное, это только погоня за кайфом, и погоня за кайфом, и все. Вот это вся их жизнь. Пожрал, поспал, и все думают. Как там шерсти нету, как одну шкуру на себя одеть, другую шкуру на себя одеть, там тряпочками замотаться и так далее. То есть, есть люди, которые живут полностью в мире, вообще вот такой материализм, ну, самого животного уровня. И еще бывают люди со стороны зла, которые, да, вообще они зло хотят делать. Не просто они хотят получать удовольствие, они получают удовольствие от того, что делают зло. Так вот, Адам, это они все заготовка человека. Адам, человек, это как Бог создал человека. Это тот, кто знаком с Богом, и тот, кто развивает свою духовную сущность. Это Адам. Так, Адам делается через хохму, божественную мудрость. Когда ты получаешь божественное знание о Боге, это первая часть Адама, человека. Вторая часть, это развитие своего сообразительности, развитие своего качества, понимать вещи-звещи, причинно-следственные связи. То есть, развитие своего интеллектуального вот этого аппарата. Но этот аппарат должен работать на базе основ, основ божественных. То есть, как мы уже учили, Бекольд Драхеха, на всех своих путях познавай его, и он, и Ашера Архотеха, и он выпрямит твои дороги. Итак, значит, 12, 13 отрывок. Счастлив человек, нашедший божественную мудрость, и человек, выдающий сообразительность. Понятно. 14 отрывок. Китов, Сахра, Мисхар, Косов. Что лучше... Сахра это торговля, дословно, да, такое слово торговля. Сухар это торговец. Лучше... Ну, это можно еще перевести как занятие торговли, да, занятие. Так вот, значит, 14 отрывок. Что лучше занятие торговлей... Ну, именно имеется в виду, что значит занятие торговлей. Занятие вот этой вот божественной мудростью лучше, чем занятие торговлей за серебро. Сейчас будет все понятно. И лучше, чем золото. Лучше, чем золото, драгоценность такая, да. Твуата, ее плоды. Но твуа, это еще и урожай. Вообще все непонятно, но сейчас мы все разъясним. Смотрите. Говорит, еще раз, соединяем два отрывка. Счастлив человек, нашедший божественную мудрость. И человек, вырабатывающий сообразительности логику. Потому что лучше это занятие, чем торговля за серебро. И лучше, чем золото, да, золото. Урожай ее. Получается, смотрите, вот у меня, я, чем я занимаюсь? Многие люди удивляются, как я зарабатываю деньги, да. То есть, в компании несколько отравляются люди. Я занимаюсь мудростью. То есть, я изучаю мудрость. Я развиваю свою голову. Я изучаю, как управлять своим мышлением. Я изучаю, как мыслят успешные люди. Я изучаю те вещи, которые приносят человеку мудрость. И дальше я обучаю этой мудрости других людей. И беру за это деньги. Потому что, когда человек становится мудрее, он получает результаты. Результаты в жизни намного больше, чем когда он поступает глупо. Теперь, Тора, я изучаю Тору, чтобы понимать, что Бог от меня хочет. И здесь я на Торе не зарабатываю. То есть, Тора для меня это служение Богу. Это мой долг и моя обязанность. И я понимаю, что все от Бога. И деньги от Бога, и здоровье от Бога. И все в жизни от Бога. Все, весь мир от Бога. И я изучаю Тору для того, чтобы служить Богу и понимать, как это работает. И обучаю Торе именно только из этих же соображений. Только из этих соображений я изучаю Тору и обучаю Тору. Теперь, но получается, что занятие Торой лучше, намного лучше, чем занятие любым другим бизнесом. Потому что другой бизнес, он зависит от многих факторов. Серебро, торговля, сколько там заработаешь. 10%, 20% ты должен купить, потом везти товар, потом продать этот товар. Это такой головняк невероятный. Значит, более драгоценные какие-то вещи тоже опасно. То есть, грабители, они все хотят заграбить. Там, дорогие товары, дорогие дома. Там, все, это очень все сложно. Лучше заниматься мудростью. И вся мудрость, которой ты занимаешься, она в тебе. Если это божественная мудрость, она в тебе навечно. Если это мудрость житейская, она в тебе на протяжении твоей жизни. И ты понимаешь в любой ситуации, как правильно поступить. Поэтому я когда-то это изучил. 14-й отрывок 3-й главы. Что лучше заниматься мудростью божественной, чем торговать за серебро. И лучше заниматься сообразительностью, увеличивать свою сообразительность. Чем заниматься? Харуц – это какие-то более дорогие, драгоценные вещи. И лучше заниматься этим, чем урожаем. Собирать урожай сельским хозяйством. Хотя сельское хозяйство – это очень выгодный бизнес. Намного выгоднее, чем торговать. Потому что, когда ты выращиваешь, например, ты посадил зерно, а у тебя 30 зерен выросло. Можно в 30 раз заработать, чем ты вложил деньги. То есть, это тоже еще здесь скрытый такой смысл, что сельское хозяйство лучше, чем торговля. Потому что, когда ты выращиваешь яблоки, например, ты посадил яблочный сад. И годами тебе эти яблоки прут и прут с одного дерева. Грубо говоря, с одного яблока у тебя вырастает там тысяча яблок. Все. Но лучше всего заниматься мудростью. То есть, быть экспертом, продавать знания. Знание – это вещь, которая всегда с тобой. И это то, что я когда-то понял из этих двух отрывков. Все. Давайте подведем итог. Счастлив человек, который нашел для себя тору и божественную мудрость. Это просто огромное счастье. Счастлив человек, который совершенствует свое мышление. Счастлив человек, который это все делает. Это лучше, чем тратить свою жизнь на простую торговлю. Или на сложную торговлю. Или на сельское хозяйство. То есть, если ты просто занимаешься только аспектами этого мира. Не увеличивая свою мудрость. То тогда никакого у тебя не будет ни счастья, ни успеха. А если ты занимаешься божественной мудростью. Ты ее узнаешь. Изучаешь тору. Устанавливаешь взаимоотношения с Богом. И как мы уже раньше учили. Почитаешь Бога из того, что ты зарабатываешь. Из начала твоего урожая ты делаешь Бога партнером. Дальше. Если ты день свой тратишь так, что ты вначале изучаешь божественную мудрость, как мы изучаем. Потом ты изучаешь, увеличиваешь свою сообразительность. И дальше ты можешь уже заниматься и сельским хозяйством, и торговлей. Но если ты выстроил фундамент дня, изучая тору и занимаясь мудростью. То ты все правильно сделал. Вот такой у меня вывод. Сделайте, пожалуйста, свои выводы. Поделитесь своей мудростью с окружением. И у вас будет все великолепно. Все. Удачи, успехов. Всем до завтра. Всем пока. Пока.